Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру С вами Диана Кавелла, программа «100 вопросов» И сегодня с нами президент Олимпийского совета Ульяновской области Основоположник дзюдо в нашем регионе Олег Калмыков Олег Антонович, здравствуйте Здравствуйте Задам вам 100 вопросов Давайте так, я не основоположник Я вообще вас считаю отцом дзюдо в Ульяновской области Ну, скажем, давайте сыном Хорошо, отец, сын и любитель дзюдо Ну, любитель дзюдо, а то дальше заговорим Олег Антонович, будет 100 вопросов, отвечайте на них Развернуто, односложно, как хотите Готовы? Конечно Поехали Олег Антонович, для чего нужен Ульяновск, Ульяновской области Олимпийский совет? Олимпийский совет, это площадка, на которую собираются олимпионики, вырабатывают какие-то мнения, выдают их государственным органам в сфере физической культуры и спорта Я так чиновничьим языком говорю Иначе чиновничий аппарат может как-то где-то заблудиться в своих умозаключениях и поведет нас не по тому пути Каждый имеет право отстаивать свои интересы Но ведь вы, наверное, не будете спорить со мной, что лучше олимпийской медали Родину прославить Нечем Мы убеждены в этом И поэтому мы одержим идеей, что в Ульяновске должны быть олимпийские чемпионы, должны развиваться в большей степени, чем сейчас развиваются именно олимпийский вид спорта Ни в коем случае не ущемляя другие, там, национальные, еще какие-то вид спорта, которые пока не имеют олимпийского статуса Мы еще вернемся к теме олимпийских чемпионов, Олег Анатольевич А сейчас я хотела бы вас вот о чем спросить Вы очень легкий, на мой взгляд, человек на подъем 110 километров Вы вчера были готовы дать интервью в своем кабинете, где проходит ремонт Я постоянно вижу вас в хорошем настроении на массовых мероприятиях Вопрос такой Где вы черпаете вдохновение на ту дерзость, с которой приступаете ко всем начинаниям? Ну, вообще-то я одинокий, угрюмый человек, я просто рисуюсь перед вами А почему я должен вам показывать, что у меня что-то плохо, что-то болит? У меня колбаса в холодильнике кончилась Вам это интересно? Нет, у меня есть своя миссия, я не миссия, но у меня есть миссия Я должен вас зарядить, я должен вас, вас, вас А кто заряжает вас? Это трудный вопрос, не знаю, как-то пока батарейки пока еще есть У вас есть дети? Да, у них достаточное количество детей Сколько? Ну, так-то, родных трое, плюс еще один приемыш А сколько самому маленькому? Два с половиной Здорово, как и мы ему, он в спорте у вас уже? О-о-о, пувыркается, мама, не горюй А борется как? Еще не говорит, но уже борется Ну, вот слушайте, для меня это очень серьезная и, может быть, даже больная тема У меня два сына И хотелось бы, чтобы как минимум один стал олимпийским чемпионом Вот вы можете дать мне тот расклад, следуя которому Я с высокой долей вероятности увижу в сыне чемпиона через какое-то время? Значит, я вам скажу, мамочка, не надо вам олимпийского чемпиона, потому что олимпийский чемпион это очень штучный товар Это единица из тысячи тысяч Для вас, как для мамы, просто здоровый пацанчик должен быть Он вам внучка должен хорошего подарить, здоровенького Чтобы вы, когда бабушка, будете сидеть такая милая, душевная бабушка И она будет за ручку, как зовут? Которого? Ну, внука там, ну, там Сашка, там Пашка Она будет с ним гулять, но она не будет сидеть у кроватки больного внучка Понимаете? И проклинать, думаю, эх, мы бестолковые Я доченьку своего сыночка не заставила его отвезти в секцию Вот просидел он, зараза, такая у компьютера Вот поэтому и кривой, и косой, и почка у нее еще не знает где опустилась Отдали в секцию Он три раза в неделю занимается, слава богу Получится у него спортивное что-то, из него пойдет Тренер заметит, он скажет, давайте ему пять раз в неделю, давайте шесть Разряд выполнит, мастером станет, замечательно Ну, а олимпионик, ну, это, конечно, для меня, это счастье, это вершина Но это не должно быть догмой для средней, статистической мамы Вот я так считаю Я в чем-то с вами согласна И в то же время многие олимпийские чемпионы, давая интервью, говорят Меня мама привела за ручку на каток в два года Вот вы считаете, каков тот возраст ребенка, когда в нем можно уже увидеть зачатки чемпиона? Нет единого, наверное, такого рецепта Потому что, хоть и технологии, медицинские в том числе Они очень агрессивно, так сказать, наступают И так мы договоримся, до чего Младенец родился, мы его раз под микроскоп посмотрели О, будущий футболист Так, футбол О, а я тут лыжник Давай вот Понятно, что есть предпосылки, которые можно увидеть и в два года Ну, навряд ли Годам к восьми Они, как правило, начинают проявляться И мальчишка определяется Ему играть, бегать или бороться И поэтому виды спорта есть, циклические Там, будь то ты бегаешь на лыжах, бегом или ты на велосипеде Все равно ты цикл выполняешь А другому, как Медведю бороться надо Понимаете, он выберет себе борьбу, дзюдо, там, тэквондо, греко-римскую Еще какую-то, вольную, там и прочее А другому надо в тишине стрелять в тире Олег Анатольевич, почему Ну, два года вы навряд ли увидите это Согласна, убедили Почему какие-то виды спорта становятся олимпийскими, какие-то нет Ну, здесь все просто Есть мировая популярность Вот что-то такое Мне мешает жить комар Он вас слушает внимательно, хочет быть ближе Он прям мне в рот заглядывает, ну, в данной ситуации в глаз Понимаете, что считать популярностью Однажды Сергей Иванович Морозов говорит Вот, дзюдо не такой популярный вид спорта, как хоккей с мячом Я совершенно верно, дзюдо популярней Он говорит, как, почему? Я говорю, ну, дзюдо развивает 198 стран, а хоккей с мячом 20 Он говорит, о А трибуны? А какое отношение мужики, сидящие на трибунах, имеют к хоккею? Они зрители, а популярность, это количество людей, которые пришли в зал То есть, олимпийским становится тот вид спорта, который поддержало большое количество стран И который ответил на ряд вопросов, соответствуешь ли ты этому или не соответствуешь Разве я скажу когда-нибудь плохо про лапту? Да нет, конечно, боже мой, лапта, великолепная русская забава А сколько стран в мире, кстати? Забавляйтесь Сколько в Ульяновске олимпийских чемпионов? Это беда, всего лишь трое Это беда, всего три человека Ну и, конечно, надо, пользуясь случаем, их назвать Это Виталий Константинов, греко-римский, тогда классическая борьба Это Юрий Захаревич, тяжелая атлетика И Володя Крылов, легкая атлетика Всего у нас семь медалистов А вот олимпийских чемпионов всего три Это плохой показатель, к сожалению В скольких сборных представлены ульяновские спортсмены? Можете назвать? Ну нет, здесь только очень примерно Я могу сказать только за олимпийские, конечно, виды Что порядка в 13-15 видах спорта у нас есть сборники Или резерв, или основной состав Но пока вот в лидерах, наверное, мы можем назвать Тяжелую атлетику, тэквондо, легкую атлетику Ну, затем там борьба, опять же дзюдо идет Гребля недавно девушка наша очень достойно выиграла на России, на Европе Почему у нас так мало побед олимпийского масштаба? Потому что не очень стратегически мы где-то, наверное, работаем Неправильно мы работаем Знаете, есть у меня постулаты, но они достаточно резкие Они могут кого-то обидеть Но одним куском хлеба всех не накормишь Это Иисус пытался, по-моему, да, это делать А мы в силу своей какой-то, а, непрофессиональности, б, трусливости Боимся сказать правду и сказать Друзья, мы не можем развивать вот эти 65 видов спорта У нас 65 видов федераций А олимпийских всего 27 Но эти 27 в своих рядах содержат 76% занимающихся Понятно, что когда... То есть вы хотите перераспределить акценты Понимаете, это слово перераспределить сразу Сколько человек захотят меня убить Он хочет нас отнять Ну, ребят, ну действительно придется так Но вы видите, каким-то решением, пользу, увеличение олимпийских побед? Я знаю, как это сделать Все желания можно как-то ранжировать Вот у вас есть какое-то желание что-то сделать И у меня Но у вас это на уровне «так хотимчика», а у меня на уровне «жажды» Но нас же нельзя одинаково профинансировать Да, потому что для вас так А, не получилось и дальше пошел А для меня трагедия, если я не сделаю Я приложу все усилия, чтобы это сделать Так вот, мудрый руководитель, он и смотрит На какую лошадку поставить Кому дать Но потом спросить А то всем по чуть-чуть дал А спросить-то нельзя, почему Попробуй с меня что-то спроси А я сразу говорю, а ты мне что дал, чтобы спрашивать с меня? Вы же сейчас говорите о федерациях Вот скажите, кому вы дали бы сейчас самый большой кусок на развитие? Я, во-первых, я бы не взял на себя одного такую функцию Думаю, что лучше демократичного решения нет Ну давайте немножко пофантазируем Пофантазируем, значит, я сделал бы первое Я бы сделал комиссию из самых авторитетных людей Которым бы доверил жизнь своей федерации У нас есть такие люди Которые каждый отстаивает свои интересы Ну попробуй скажи там, какому-то виду спорта Я специально не называю, чтобы не обидеть Что ты нам не нужен Но это же нельзя Он же тренирует, он же выходит А вы назовите А завтра вы будете трупик откачивать? Меня же за ним убьют завтра А может быть в кого-то вы таким образом вдохнете Дерзость на новое свершение? Давайте я хочу вдохнуть дерзость И в лапту, и в перетягивание каната И в тот же кикбоксинг, кстати, который офигенно популярный у нас И в самбо, которые тоже имеют определенную популярность Я хочу их призвать не просто к работе А к дерзкой, к агрессивной работе По продвижению своего вида спорта Чтобы они в конце концов попали в эту олимпийскую харфию На нашу олимпийскую семью Понимаете? Вот я не очень недавно ответил себе А не думают ли они, что там их ждут какие-то препоны? Или там их вообще не ждут? А, значит, тогда какой же ты солдат, если ты не хочешь стать генералом? Тогда уйди со сцены вообще Ты зачем сюда пришел бороться? Я поучаствовать, не надо врать Ты вышел сюда, чтобы с медалью отсюда уехать Другого не бывает Слабаки придумали принцип А главное участие Что это участие? Я понимаю, ты там вот такой вот рахит Там 70-летний, там дет с клюшечкой Вышел на дорожку, мы будем ему аплодировать Но если ты спортсмен, заявился в футболе Ты в дюдо, ли там в кикбоксинг Или ты не дуть канат Ты вышел сюда, чтобы выиграть И получить медаль золотую Правильно? Ну, хорошо, если будет серебряная Кто-то будет плакать, кстати А кто-то будет счастлив и бронзовая медаль У всех свои, это значит уровень мотивации И прочее Поэтому в международном Олимпийском комитете Он открывает двери для всех федераций Там не только вот мы, олимпионики сидим А вы идите, до свидания Нет, там есть не олимпийские виды спорта Которые также участвуют С совещательным голосом Они получают всю долю И внимания, и даже денег От олимпийского нашего комитета А для чего, спрашиваете? А для того, чтобы те олимпионики Не уснули Чтобы они завтра не расслабили Ого, мы такие, такие ядреные Мы всю жизнь в олимпийской харте И уснули Снизили показатели Зритель с трибуны ушел Смотребельность твоего вида упала Дзюдо завтра не уснет А тут есть самба Самба сразу поменяет Ага, бокс немножко задремлет А тут кикбоксинг их будет подщипывать Поэтому все логично, все правильно Вы за здоровую конкуренцию Однозначно, да Однозначно Поэтому все имеют право на жизнь Но это право надо отстоять, завоевать, удержать 33 года назад вы открыли школу Спарта Как вы к этому пришли? Вы знаете В том возрасте Наверное Планов ты и не строишь Просто идешь, куда тебя жизнь ведет И когда ты молодой И говоришь Я иду по жизни Да врать Она тебя сама ведет Просто и все Ты человек хороший Он тебя по хорошим тропинкам ведет Если так себе То он тебя кого-то влочит Кого-то влетет Или как-то, да Ну, я чисто любимый человек Мне хочется, чтобы меня хвалили Чтобы меня медаль на грудь вешали Если я что-то сделал То есть это была реализация вашей амбиции Да, да, конечно Я разошелся во мнении к своим тренерам Кстати, он буквально не очень давно умер Я был молодой, дерзкий Я говорю А, и так Я тебе докажу Я покажу Я пойду своим путем Я ушел в никуда От своего тренера В никуда Просто в никуда В подвале Рейлун Леонска Энерго занимались Пока мне Кто-то добрый дяденька сказал Вон, там есть комнатка В Доме пионеров И вот я там эту секцию сделал Первый марта 84-го года Но я ее сделал Я хотел ее сделать школой Я ее сделал Я хотел ее сделать Школой Олимпийского резерва Она стала Школой Олимпийского резерва Олег Анатольевич Расцвет Спарты Расцвет Спарты в 90-е Пришелся одновременно Давайте про Спарту не будем говорить Это очень печально Я понимаю прекрасно Но я сейчас о другом Тогда еще расцветали и молодежные группы Группировки даже точнее И они относились к Спарте с почтением Следовательно, с почтением относились к вам Как складывались ваши отношения с той молодежью, которую, мягко говоря, побаивались? Не просто Потому что задача была такая Вот в те, правильно вы сказали, дикие времена Надо было удержаться Чтоб тебя не съели Но и ты, чтоб никого не ел И я ребятам всем своим говорил Давайте будем ежиками Ежик никого не съест Но и себя не позволит Мы свое не отдаем И чужого не забираем Поэтому, да, были ситуации, когда ребята и уходили там Ну, бросает спорт, лето И хлопает его какая-то группировка Он же здоровый парень, да, дерзкий Он как кулаками машет Раз, и ушел Мне приходилось встречаться там с лидерами Говорят, ребят, верните парни назад Вы находились с ними вообще? Я даже выкупал некоторых За деньги? Да, это нормально Вход за рубль, а выход-то два Это известный способ Поэтому Но мы никогда не брали чужого Понимаете? У нас, да, был бизнес У меня был частный клуб У которого был бизнес-центр и спортивный блок Бизнес работал Мы ездили на соревнования Мы давали деньги там и за границу даже Мы покупали какой-то инвентарь Было неплохо Но мы этот бизнес сами себе охраняли Все мы начинали с того, что арбузы Дыни, крыши заливали Там шабашки строительные Но мы никого не пускали вот к себе Это был наш бизнес И мы с этого жили Ваш с кем? Это была семья Семьи дзюдо Это была вот именно семья людей Которая, так сказать, зарабатывала И они с чистым сердцем делились мальчишками Со спортсменами Это сейчас спонсора, конечно, трудно заставить там дать деньги Почему-то, ну, не говорю, все пооторвано Подергиваешь, дай, 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 дай Они говорят, ребята, я налоги заплатил Отстаньте от меня Есть государственные органы Вот я отдал налоги, вы там делите Поэтому, ну, спонсорство это отдельная песня Она больше меценатства, чем спонсорство Мы пока еще не созрели Получается, вы оказывали серьезное влияние На сознание той молодежи Ну, степень серьезности я не знаю Но мои ученики до сих пор ко мне приходят Это здорово А можно ли, как вы считаете Оказывать влияние на сегодняшнюю молодежь? Можно и нужно Таким же образом, спортом? Однозначно, да Однозначно Хотя, конечно, все не все Но многое поменялось Какая молодежь спортивнее? Эта или та в 90-х? Та, конечно, спортивнее Но это не значит, что та лучше, а та хуже Просто поменялись приоритеты Телефоны, гаджеты, компьютеры Сегодняшняя молодежь лояльна к спорту? Да, достаточно Но они пришли уже, наверное, через осознание выгодности этого Потому что все-таки папа с мамами Они понимают, что лучше отдать деньги Пусть не за секцию Мы хоть и декларируем, что наши секции бесплатны Да это не очень может быть и правильно Внизу должно быть, конечно, как-то для всех бесплатно Но папа, который оплачивает маршрутку туда-сюда Он оплачивает в любом случае 40 рублей в день А мой пацан, он тренируется там каждый день Иногда два раза в день И так считаешь, что ты, милый мой, ты мне 3 тысячи на дороге только съедаешь Папа платит за спорт? Платит А возьмите кимоно Он 12 тысяч стоит, а ему в год надо 3 Папа платит за спорт? Платит Понимаете, поэтому Но многие папы понимают, что лучше это сейчас заплатить, нежели потом за таблетки Вот Мне 56 лет У меня было две проблемы, связанные с медициной И 22 года назад я был в аварии, поэтому я бегать не могу У меня вот так На моем духе это не сказывается Это я бегать не могу Ну и была еще операция «Камень почки» Но от меня это не зависело У меня нет медицинской книжки У меня карточки медицинской нет Это позиции принципиальные Мне говорят, это неправильно, надо обследоваться Может быть Но я очень серьезно пахал Я занимался два раза в день Два раза в день Я жил на улице Рябитова Утром У меня 50 минут дорога на зарядку Час зарядка 50 минут назад Вечером 50 минут до Динамо Два часа тренировок 50 минут назад Уроки я учил в трамвае Я принципиально не сидел Я тренировал ноги Вставал на заднюю площадку и читал биологию Вы большой умница Олег Антошевич, вы уже упомянули слово «спонсор» Вот сейчас всех управленцев отраслей ориентируют на то, что отрасль должна зарабатывать Как обстоят дела с этим в вашей отрасли? Очень трудно Очень трудно Мы сейчас стоим на таком интересном этапе Что от социализма мы ушли К капитализму вроде продекларировали А конституция говорит, что у нас Россия социальная страна А если она социальная, то будьте любезны за спорт заплатить Тогда если нам говорят «зарабатывайте», тогда поменяем конституцию давайте Но понятно, что, я так сказать, гротеском Что выиграет тот, кто сумеет к своему виду спорта привлечь дополнительные средства У вас это получается? Получалось, но сейчас у меня нет клуба Я думаю, это временно, у меня будет клуб, будет школа Я уверен, что мы это добьемся, мы заслуживаем этого дела Но я думаю, что многие считали, что «спарта» была все-таки передовой школой в Ульяновске Я не знаю, что сейчас там правда исходит А если говорить про поддержку Олимпийского резерва Что? Спонсоры есть? В очереди не стоят В очереди не стоят А я вам расскажу почему Потому что пока мы не выгодны спонсору Пока мы не выгодны ему Спонсор – это человек, который понимает «А зачем я тебе дам деньги?» Это такая меркантильность Можно рекламировать Сейчас я вам приведу пример Я буквально недавно курсы закончил в Москве И тоже защищал один проект И говорю, вот у меня спонсоры Это «Волжанка» и «Гипростроймост» А «Гипростроймост» зачем твои соревнования?» Я говорю, а он не спонсор, он меценат, он мой друг А вот «Волжанке» я выгоден Потому что «Волжанку» купит мама, папа, бабушка, дедушка И они смотрят, ищут эту аудиторию На которой они могут себя за небольшие деньги попиарить А когда у нас клуб такой-то, а спонсор у него завод тяжелого машиностроения Заводу зачем себя пропагандировать на соревнованиях по любому виду спорта Кроме футбола и хоккей экстракласса Это просто меценатство, это хорошие дружеские взаимоотношения Поэтому если нас государство будет толкать туда на зарабатывание Я не против, но надо четко тогда понять, что многие из нас не выживет Я готов к этому Я готов к этой борьбе Но я буду надеяться, что те люди, которые не выживут Высвободившиеся средства, уйдут на тех, кто выжил Сказали капитализм, давайте выживать Расскажите о своей семье, Алик Анатольевич Нет, давайте, у меня все хорошо Окей, тогда перейдем снова к спорту Все ли базовые виды спорта имеют базу в Ульяновске? Вот, тут не все, к сожалению, нет За какие вам особенно обидно? Ну смотрите, базовый, опорный, это тот вид спорта, который имеет традиции на конкретной территории и регулярно выстреливает спортивным результатом Он прославляет нашу Родину, но изначально у нас были, конечно, это была, вот в самом-самом-самом, от советских времен, это была, конечно же, борьба, конечно же, бокс, легкая атлетика, тяжелая атлетика Ну, потом к ним присоединились другие люди Это биатлон, у нас сейчас есть, кстати, члены олимпийской сборной Будем молиться, что Юра Шопин у нас через, уже, наверное, сколько? Дней 200 до Олимпиады осталось? Ну, примерно 230, может быть Он все-таки не вылетит из этой и удержится, и мы будем молиться Потом опять же гребли, опять же дзюдо, опять же тэквондо Из неолимпийских китбоксинг Из неолимпийских хоккей с мячом Ну, они развиты, они имеют какую-то популярность, имеют свою аудиторию Они имеют родителей, которые ведут туда детей Они регулярно выстреливают какой-то медалью с национального березного чемпионата Да, нас может быть много, мы конкурируем, но нам хватает ума дружить Это важно Олег Анатольевич, мы сейчас, подъезжая к Александровскому парку, проехали мимо борца, дворца единоборств Нет, это памятник, ну, не знаю, если я назову его преступной халатности, может быть, кто-то обидится Вы выразили свои отношения, я заметила, что вы возбудились У меня такой вопрос Вы можете предположить пессимистический и оптимистический сценарий судьбы дворца? Ну, оптимистического, к сожалению, не вижу, потому что был период, когда я пытался его реанимировать И Сергей Иванович мне говорил, давай, давай, давай Но без решения ряда проблем, такие как экспертиза Он очень давно стоит законсервированный Вон, стенки стоят, а крыша уже течет, и балки-то уже ржавеют Надо сделать экспертизу, и нужно делать смету на перереконструкцию Когда я этим занимался, года полтора назад Кто-то просил 6 миллионов на смету Чтобы сделать проект на сметную документацию Я решил вопрос за 4, причем с рассрочкой 2 в этом году, 2 на следующий Но почему-то министер спорта мне денег не выделил на это дело И как-то это все опять замерло Сейчас это опять отдано на РСБИ, на Смекалина Смекалин добрый, Смекалин денег найдет Инвестор, а инвестору это неинтересно Если это было интересно, тогда его взяли уже А на чем инвестор? На кафе, которое будет там На бане? Это нет Это социальный проект Вы считаете, что у проекта нет будущего? Без выделения бюджетных денег нет Или его надо просто продать коммерсантам Они сделают там ярмарку по продаже шут Вы бы хотели стать министром спорта? Я хотел бы, но я сейчас боюсь Мне не нравится та ситуация, которая создана Я с огромным восторгом обращаю внимание на какую-то набешенную энергетику нашего губернатора Но почему-то он выбирает вот к себе людей, которые, ну, не профессионалы Я не скрываю свое отношение Но человек, который пришел три года назад не из спорта и говорит, что я профессионал Он очень лукавит Я 18 лет начал работать тренером Ну, кто скажет, что я не профессионал? Киньте в меня камень Какое-то время назад вы участвовали в гонке за кресло губернатора Это характеризует вас как очень амбициозного, уверенного в себе политика Планируете ли вы еще раз впрячься в эту борьбу? Ну, почему бы нет? Да, я считаю Вы знаете, можно говорить Вот есть там Навальный, Навальный, Навальный Я не знаю, кто такой Навальный И мне, в принципе, он не нравится Но я считаю, что Навальный должен быть И так же так Вот как есть мэр, есть губернатор, есть президент Если нет человека, который сзади, за ним и щипает его То мы прям к тоталитарному опять же вернемся к обществу Обязательно должна быть конкуренция Обязательно И когда я был председателем федерации Я говорю, а вы что со мной не спорите? Вы ругаетесь со мной Вы мне показните меня Вы мне пальцем поговорите Скажите, смотри, мы тебя свергнем сейчас Вы часто спорите с губернатором? Ну, не часто Но пытаюсь все-таки высказать свое отношение Но он не всегда воспринимает это Но смотрю, иногда и воспринимает Я все-таки говорю, что я не я, Олег Калмыков Я это мы Семья спортсменов, олимпиоников Просто я вот на вершине Мне рупор дали Я это доношу И говоря я, не надо говорить, что я это личность Олега Я это мы Поэтому я пытаюсь якать реже Но не получается А мыкать тоже как-то не очень приятно Олег Анатольевич, вы следите за новостями? Не только спортивными? Пытаюсь, но как-то, знаете Если пытаетесь, то какие СМИ? Читайте, слушайте, смотрите Пытаюсь, значит, все-таки читать интернетные издания Сейчас, опять же, ваши Буквально у нас есть один товарищ Михаил Рассашанский Который вот эту кнопку чаще нажимает Я говорю, Миш, ну да, это мне интересно Для меня это оперативно Хотя, конечно, посидеть утром И листочку, аргументы, факты И чашку кофе Это свой, ну, кайф какой-то Недавно вы поздравляли редакцию Спортивной, единственной спортивной газеты в регионе Чемпион с 20-летием Что вы желали ребятам? Ну, я желал, значит, им Ну, традиционный набор давайте не будем говорить Все его знают, счастье долголетие Чемпион читайте Чемпион читайте Чемпион развивайся Чемпион ищи новые формы Да, чемпион меняй углы зрения Чемпион добивайся до каждого Самого, так сказать, заколустья Нашей Ульяновской области От чемпиона большого до мальчишки Который в деревне бегает И давайте интересные репортажи Потому что чемпион, если встанет в газету Где голы, секунды, вес Это не всем интересно Надо что-то, может быть, околоспортивное Потому что какая аудитория? А бабушке это интересно? А вон тому дяденьке Это интересно или нет? А если Чемпион станет только газетой для тренеров Это для статистов То тогда они резко сузят своего аудиторию Я вот думаю, что надо цеплять проходящих мимо Олег Антонович, вы очень активны в соцсетях Что дает вам это? Я активный Ну, хорошо, вы активны Да, бросьте Я слежу за блюдами, которые вы регулярно выкладываете Да, бросьте, это просто у меня был товарищ Ну, он и есть товарищ Ну, фамилию не буду называть Он говорит, если тебя нет в Фейсбуке, я считаю, что тебя нет на планете Земля И вы повелись Я говорю, а я повелся, да Я говорю, а что я могу сделать? Он говорит, ну ты едешь, ну птичку сфотографируй Ну ты что сегодня будешь делать? Я говорю, я сегодня буду колбасу делать Ну будешь делать колбасу, выложу в Инстаграм Как это, не в Инстаграм, а в Фейсбук Ну, я вот накрутил колбасы Мама дорогая, что началось? Мне арабы звонили, мне бельгийцы звонили, мне немцы И как же вы думаете? Вы после этого включили соцсети в свою жизнь? Интересно, мне интересно посмотреть Но, знаете, я хочу обидеть людей Мне не интересны вот те люди, которые там Понимаете, цветочки, кошечки Да, это классно, но живет и Олег Комыков про кошечек будет писать Вы пишете про супчики, про колбасы Любите готовить? Да не то слово, вообще Дайте мне мою кастрюлю и поварешку Я чемпион мира по приготовке В каком блюде вы чемпион? О, а у меня широкий ассортимент Ну, тем не менее, нельзя быть, вы же понимаете Дзюдоист, он не может боксировать так же хорошо Мужик, а если он такой мужик, не в том плане, что вот он там лаптем там щи хлебает А мужчина, он должен быть профессионалом в приготовке Чтобы мясо мужик не приготовил, вообще просто непонятно Но лучше меня плов никто не сделает Лучше меня татарский бешбармак никто не сделает Басму мою, вы когда будете есть, вы прям с пальцами ее съедите Понимаете? Если я вам буду говорить про мои ленивые манты Я смотрю, кавказская, татарская кухня вас очень влечет Зачем? Нет, она всякой может быть Ну, в общем, я мастер мясных блюд Не только мясных, почему? Я всякой могу Дома часто готовите? Ну, не очень часто, времени просто нет Ну, наверное, в семье праздник Ну, нормально, да Олег Анатольевич, вы были в числе болельщиков на Кубке Конфедерации? Я даже поприсутствовал на одном матче Ну и как? Да, очень двояко Во-первых, залы, конечно, дворец, стадион, там, Спартак Там, вау, мурашки такого размера Все это красочно, ярко, да Поле вообще супер Пиво стали продавать И вот эти парни пять баклажек выпил Спартак чемпион Вот это, конечно, меня... Огорчило Это меня огорчает, да Что может спасти российский футбол? Ну, вы меня провоцируете Вам правду сказать или политез? Правду В моей жизни ничего не спасет Потому что мозги немножко у ребят разрушены Я обожаю футбол и ненавижу одновременно футбол Знаете Вот то, что сейчас говорю От меня же, знаете, какое количество спортсменов отвернется сейчас? Ну, как же Калмыков против футбола говорит? А если мы не будем говорить правду То мы вот завремся Мы будем говорить Да, 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 ты хороший Ой, какая ты умница Выходить за футбол Вот это гадко Для меня это неприемлемо Футбол великолепное зрелище Великолепное явление Но мы пока за него переплачиваем Вы же были в ситуации, когда под порывом Ой, какая штучка, куплю Пришел домой Фу, блин, зачем купил? Да? Или переплатил Мог бы дешевле купить Вот за футбол мы переплачиваем Вот те парни, которые бегают в сборной Они пока еще не заслуживают тех денег Они пока еще не Пиле, не Рональда Они даже не Мишеля Полутиньи Переплачиваем Вы собираетесь идти на фестиваль неолимпийских национальных видов Нет, я не пойду на фестиваль неолимпийских видов единоборств А почему? А потому что я считаю, что деньги на ветер Переплачиваем? Дико Нам обидно И мы, кстати, недавно на встрече с Сергеем Ивановичем Сказали, Сергей Иванович, мы очень там любим, в принципе, Диму Билана Ну почему он поет за деньги спорткомитета, министер спорта Ну почему он поет за деньги культуры Ну как-то и меня поддержал олимпийский чемпион Константин Да лучше вы эти деньги спортсменам отдали Мы этого правда не понимаем Мы этого правда не понимаем Но это ни в коем случае, друзья, где камера, я посмотрю Вы только не обижайтесь на меня И кикбоксеры, и там какие еще, и самбисты, и армрестлинги Вы не обижайтесь на меня Ребята, я за то, что вы развивались Но почему за 19 миллионов? То есть за 9 миллионов вы никак Нет, да? Только надо 19 Олег Анатольевич В Ульяновской области есть бренды Например, УАЗ, символ нашей промышленности Гончаров, наше культурное все Есть ли бренд в спортивном Ульяновске? Нет, его, наверное, пока нет Вот некоторые пытаются преподнести как хоккейная Волга Да, ну вроде бы тянет где-то на бренд Но по всем законам спортивной науки На титульные матчи, титульные команды должно приходить 2% населения А 2% от населения на Ульяновска сколько? 12-13 тысяч А на Волгу приходят полторы Даже губернатор объявил Мужики, на финальную часть бесплатно полторы тысячи Две, мне кажется, вот уже на финальную часть бесплатно То есть это о чем говорит? Значит, людям это не интересно или что? Я не знаю Ну, губернатор уже, по-моему, все для него сделал Даже дворец построил, да? Ну, ребят, ну вы что? Ну вы бегаете, играете А вы что детей-то не заманиваете? Ну вы сделайте так, чтобы мы все свихнулись на хоккей А что-то не свихиваются В каком городе вы родились? О, у меня интересное Город у меня Энгельс Но там интересно есть очень с этим городом Туда Гагарин приземлился А-а-а В тот момент, когда вы родились? Нет, мой папа снимал скафандр с Гагарина Да Это семейная у нас есть такая Но это маленькая история, ее как-то Понимаете, то, что я сейчас рассказываю Я как будто иду куда-то на выборы И говорю, вот я такой хороший, выберите меня Никуда я пока не иду Я просто спокойно живу Я хочу встретить олимпийского чемпиона На нашем вокзале И сказать, я чуть-чуть ему помог Вот прям вот чуть-чуть, вот где-то поспособствую А то и что я себя пиарит Когда вы приехали в Ульяновск? Мы в 74-м году переехали в Ульяновск У меня папа военный Вам нравится Ульяновск? Да, мне очень нравится У меня были предложения разные Ну, здесь мои дети родились Мне очень нравится мой город У вас были мысли уехать отсюда? Нет, были предложения Но я не видел себя А многие, к сожалению, уезжают, Олег Анатольевич Как вы думаете, почему? Вы знаете, рыба ищет где Глубже, человек где лучше Я так вот считаю У меня есть свой принцип Где Олег Ковыков, там стал лучше Вот это мой принцип Я пришел, я первое, что я делал, я подметаю Первое, что я делаю, я вот Вот вчера я окно там в офис помял Мы общественная организация Мы вменяли окно У меня течет крыша Не городской спорт, как видите, не министерство Говорит, нет, мы не можем А я залью эту крышу Я найду денег Я привлеку спонсоров Я залью эту государственную крышу Мне почему-то кажется, что вы можете В хорошем смысле, с ног на голову Многое поставить в мире спорта Ульяновской области А почему вы думаете, что все рады? Я же загоняю всех Люди не угонятся за мной Поэтому я не востребован Сейчас губернатор сидит и думает Да не дай бог, я его сейчас сделаю министром Он же все мозги нам вынесет Олег Анатольевич, мы проезжаем Но я и сделаю структуру Которую выдаст на гора нам И чемпиона И даст равные возможности всем мальчишкам Быть счастливым в спортивных секциях И не важно, это будет хоккейная, футбольная Или борцовская секция Я это знаю Верится в это легко Олег Анатольевич, проезжали мы с вами полчаса назад Мимо мамочки с ребенком И вы сказали, вот она Та, которую вы хотите Чьим сознанием вы хотите овладеть В той степени, чтобы она услышала вас И отдала ребенка в спорт Либо дала ему тот импульс Который поможет ребенку стать личностью Мы заканчиваем нашу программу Какой совет молодым мамочкам Которых вы считаете очень инфантильными Вы можете дать Чтобы они правильно решили судьбу своих детей Так набор опять же будет стандартный Та мама, которая не привела за ручку сына Или дочку в секцию Она преступница Она просто преступница Понятно, что она занята на работе На подработке Что там мужа надо накормить Обстирать детей Но если она Четко, в какой момент она должна это сделать? В каком возрасте ребенка? В дошкольном В любом случае В 5 лет Понимаете, воспитание детей Мы всегда опоздали Мы всегда опоздали Вот он родился Ты на 10 минут все равно опоздал Вот ему год Но ты должен был Его 2 недели назад Заставить его Вот сюда перевернуться Ему 2 годика А он у тебя кувыркаться не может Дети 2 годика Это рано кувыркаться А у тебя в 3 годика Он подпрыгнуть не может То есть ты всегда Где-то в его развитии опоздал И чем раньше ты осознаешь Что ты обязан Себе подготовить Достойно И куда вести? Ой, секции-то у нас Сколько, мама дорогая Надо определиться А это уже тут Тут есть 2 варианта Первый Своё родительское сердце А второй Просто у нас у всех есть Кто-то тренер Кто-то учитель физкультуры Который может позвать Сказать Посмотри, пожалуйста Вот куда ты его рекомендуешь Вот мне нравится хоккей А кто-то скажет Слушай, он у тебя не хоккеист Он, мне кажется У тебя будет баскетболист И тут опять же ответь Ты чьи самолюбия Ты будешь чесать свои? Да, сколько ситуаций Можно я приведу к вам Семилетнего сына? Семь? Да можно в принципе Посмотрите Можно, да Ну что ж, уважаемые родители Это была программа 100 вопросов Я беседовала с потрясающим Президентом Олимпийского совета Ульяновской области Не затягивайтесь Со спортивным воспитанием Своих детей Увидимся На информационном портале Уллправда.ру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому